В молодежном центре этаж среди студентов Северского района состоялся чемпионат по интеллектуальной игре «Квиз» и «Игры разума». Квиз – это разновидность интеллектуальных развлечений, дающая возможность интересно провести время в хорошей компании. Вопросы задания «Квиз» требуют самых разнообразных знаний, а также смекалки, остроумия и хорошего командного взаимодействия. Игра «Квиз» «Игры разума» – это новый проект для молодежи Северского района. Ребята сменили обстановку привычных учебных заведений и разнообразили свой досуг в дружеской компании. Проверили смекалку и получили заряд положительных эмоций. В чемпионате приняли участие шесть команд. По итогам игры была определена тройка победителей. Первое место заняла команда «Не знаю», второе – «Сборное знание», ну а бронза досталась команде «Перфект». Депутатно-законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжив и Сергей Орленко провели личный прием жителей Северского района. Встреча проходила в рамках празднования 17-й годовщины образования партии «Единая Россия». Парламентарии выслушали имеющиеся проблемы граждан и обсудили их дальнейшее решение. Встречу посетили жители Северского, Ильского, Черноморского, Азовского и Афибского поселений. В основном обращения касались сферы благоустройства. Это ремонт тротуара в станице Северской и на центральных улицах поселка Черноморского, облагораживание улицы 8 марта в поселке Ильском. Также житель станицы Северской обратился к депутатам с просьбой посодействовать в решении проблемы с подтоплением улицы Вокзальной. Немалое внимание уделили проблеме капитального ремонта Дома культуры поселка Черноморского, восстановлению библиотек поселка Ильского и станицы Убинской. На встрече присутствовали главы поселения. Они давали разъяснения по возникшим вопросам. Все они поставлены на контроль для их последующего решения. Водители автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, несут ответственность за безопасность пассажиров. Работники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасности перевозок. Одна из таких операций носит название «автобус». Стартовала она и в Северском районе. Сотрудники ГИБДД останавливают автобусы, выполняющие рейсы между городами и поселками. Внимание уделяется наличию медсправки путевок и путевых маршрутов у водителей, а также техническому состоянию автобуса. Обязательный пункт проверки – наличие в транспорте аварийного выхода на случай блокировки основной двери. Как отмечают инспекторы ГИБДД, такая профилактика позволяет избежать травматизма пассажиров и приучить водителей к соблюдению норм и требований к пассажирским перевозкам. Мы есть у тебя, Россия. Под таким названием в Ильском доме культуры прошел районный фестиваль-конкурс. По традиции мероприятие проходит в рамках проведения декады празднования Дня людей с ограниченными возможностями здоровья. С наподственным словом гостям мероприятия выступила главный специалист управления культуры Диана Швец. Хотела пожелать от себя и от лица управления культурой администрации муниципального образования Северский район вам удачи, успехов. Желаю даже, чтобы у всех у вас было позитивное настроение, хорошее впечатление. Успехов вам, Сеологи. Право открыть фестиваль предоставили коллективу Ильского ДК «Хору ветеранов. Русская песня». Дай вам Бог жизни, добрый, веселый, и в массиве вас, как честный ваш труд. Нам бывали, в станицах и селом, настоящие люди живут. «Мо есть у тебя, Россия» – это фестиваль, дающий людям раскрыть свои таланты, свой внутренний мир. Для людей очень сильных и мужественных, которые, несмотря на трудности, радуются каждой минуте жизни. И автор в данной номинации приняли участие самодеятельные поэты и композиторы. В номинации поэзии «Любимые строки» конкурсанты продемонстрировали мастерство художественного слова. «У любви нет расстояний, возраста, прошитых лет, у любви нет расписаний, что слагают свой сюжет. Только страсть и море чувства, без любви бы мир исчез. Ведь любить – это искусство, быть любимой, да, небес». В номинации «Мне песня жить и любить помогает» приняли участие солисты, дуэты и вокальные группы в народном и эстрадном жанре. Свои шедевры декоративно-прикладного творчества продемонстрировали мастерица в номинации «Я – мастер». По итогам конкурса первое место в номинации «Я – автор» получили Юрий Хомалинский и Ирина Стефанова. В номинации поэзии «Любимые строки» лучше признана Лилия Путинцева. Любовь Радченко, а также мужской хор «Ветеран» признаны лучшими в номинации «Мне песня жить и любить помогает». Первого места в номинации «Я – мастеру» достоилась Кристина Симонова. Победители наградили памятными кубками и грамотами. Уважаемые жители и гости Северского района, 30 ноября ожидается ухудшение погодных условий. Возможен гололед, налипание мокрого снега, ледяной дождь. Просим вас быть бдительными и осторожными. Полиция просит откликнуться очевидцев аварии, произошедшей между поселком Октябрьским и Станицей Хомской в июле. Так, на федеральной трассе между поселком Октябрьским и Станицей Хомской 24 июля 2018 года с 21.00 до 21.30 случилось ДТП с участием неустановленного водителя и неустановленного автомобиля, предположительно «Хюндай Акцент». Автомобиль двигался по правой полосе в сторону Краснодара, допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить ее в дежурную часть отдела МВД России по Северскому району по телефону 8 861 66 213 31. Почти каждый день австралийского фермера Стивена Пайта начинается с того, чтобы разогнать самцов эму и собрать яйца, которые они охраняют. «Иногда они маячат вокруг, пытаясь изобразить из себя больших и страшных птиц. Подходишь, поднимаешь руки и приподнимаешься, и страус отскакивает». В зимний период самки эму откладывают по одному яйцу каждые три дня. Однако около половины из них бесплодны. В дикой природе высиживают яйца самцы. Это занимает около двух месяцев. Но на ферме Пайта часть яиц идет в инкубатор, а часть – на продажу. В яйцах поменьше зародышей обычно нет. Но такие не выкидывают. Фермеры продают их с рук в местных торговых центрах. У Стивена Шмидта каждое яйцо стоит пять австралийских долларов. Это чуть более трёх с половиной американских. За три месяца он продал около трёх тысяч яиц. «Я был в шоке, не ожидал такого спроса». У некоторых фермеров яйца эму стоят до 30 австралийских долларов за штуку. Всё дело в том, что спрос значительно превышает предложения. В Австралии всего 12 хозяйств, где разводят этих страусов. И помимо яиц они ещё поставляют страусиное мясо и жир. Рестораны за яйцами эму буквально охотятся. «Все, особенно шеф-повара, всеми силами стараются раздобыть австралийские ингредиенты для своих меню». Шеф-повару этого ресторана в штате Квинсленд потребовалось два года, чтобы наладить поставки страусиных яиц. «Коржи на яйцах эму получаются яркими, насыщенными, оранжевыми. И вкус у них тоже намного богаче». Одно яйцо эму равноценно восьми куриным. Диетологи предупреждают, что лучше его разделять на несколько частей. «Это здоровый питательный вариант, но использовать их в пищу нужно аккуратно». В ближайшее время яиц эму на австралийском рынке вряд ли станет больше. Эти страусы хорошо несутся только зимой. Поэтому, когда сезон заканчивается, достать такие яйца становится ещё труднее. Евдокия Бершанская, Екатерина Великая, Александр Суворов. Одно из этих имён будет присвоено нашему аэропорту. Проголосуй, Краснодар. Конкурс «Великие имена России». Время признаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова